В Покушье нашёл Владимир свободный художник, если кто меня знает. Я хочу сказать, что в этой ситуации, что вы были в Покушье, что капитан, где они оказались в том, что вы были в Покушье. Там какие там критерии? Или должны объединиться хотя бы два населённых пункта? Или же количество населения должно соответствовать нужному количеству? В Хайваринском районе приезжали товарищи из будущей, там они уже сформировали эту громаду. Что там? Хайваринский район, вот эти там три села объединились. Ну пошло, да? Ну... Хащевато там, да. Вот они как бы три села объединились, вроде бы достаточно для того, чтобы формировать громаду. Ну нет, у вас нет и населения. Достаточно. У нас получается, в Покушье мы самодостаточная громада. Но нам прицепили вот этот момент, что мы должны почему-то изнасиловать капитану, два специфика, потому что вот надо минимум два населённых пункта. Посмотрите, какая ситуация может быть дальше. Да, вы сейчас ощущаете себя как действительно гарная невеста, и мы вот там приезжаем к вам вот, потому что вот мы не можем ничего сделать. А ситуация может поменяться, потому что в стране уже вот вроде бы как бы ветер перемен, и Верховная Рада тоже может поменяться. И адекватные люди Верховной Раде могут сделать идентичные поправки в этом, в этой идее. И смотрите, если вдруг они увидят, что эти ошибки, а это не только у нас вот такой чугятся между собой люди при формировании громад, какие-то непонятки, потому что всё недосконально. Они могут принять такой вот более дикий какой-то критерий для формирования громад. Ну, просто так и что, есть поселённый фонд Побушья, почти маленький городок, есть у него предприятие, на котором работают люди, они могут сформировать свою громаду. Пожалуйста, ребята, есть такие рекламы, развития, всё, Побушья быстро сформируются в громад. А вы останетесь, жители капитана, вы останетесь один на один с головами там, и товарищ боялся возить своих детей в Побушья 3 километра до школы, если им, дай Бог, не закроется там школа, то будет позицировать. Но там строят. Так это же есть профессор. Если не объединяться, тогда никто не будет спрашивать. Мы это же сюда, куда надо. Вот всё. И рабочие руками не боимся наберут. Если мы не объединимся с вами, тогда, и никто вас спрашивать не будет. Нагларио, куда нас туда упаскают, и ставателем капитана, например, и всё. Есть законы. Есть законы. Есть законы. Закон. Поперечённые. 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 Мы это всё, мы что-то планируем эту реформу и курированием. Они за этим смотрят. А у нас получается так. Какая у вас? Когоча врук? Можно я вам дам? Нет, я вам прав. Я буду создавать за школу. Чего? Школы там... Вы не знаете, не знаете, не знаю. Вы не думаете. Вы не знали. Вы не знали. Вы не знали. Андрей Андрюсанович. Андрей Андрюсанович. Андрей, не рука, не что ты? Я хочу сказать про школу. Оксана Андрея, у меня есть школяр, есть студент, который учится, но не важно, меня тут большинство людей знают. В 86-м году, когда рванул Чернобыль, я вам скажу, в Кубульской школе учились 1500 детей. У нас было 39-х классов, нам не хватало классов, мы в школу ходили и с часу дня, и с 11-ти годин, и с 9-ти, то есть не хватало кабинета. Сейчас сложилась такая ситуация, что у нас нет детей, у нас проблема, у нас нет детей, что у нас были дети. Никто капитанскую школу не закрывал, а просто Кубульская школа, она может вместить этих детей. Сейчас там находится, я не буду брехать, где-то 150 детей, тысячи уже нет. Вы поймите правильно, и в капитанске сколько детей было, чего-то. А сейчас их можно на 20 пересчитать, почему нет детей, потому что нет молодежи. Мы уже стали детей делать, а молодежь уже выбирается, где-то уезжает. То есть, почему я веду? Нужно создавать какие-то рабочие места, чтобы молодежь лишалась в капитанке. Сколько людей тогда было? 630 человек. Это каждая семья, которая имела 2, 3-4 человека в семье. Куда им побудут, он крепко, тогда, когда была школа, была одна и одна школа. Проможность была, бог господар на этой земле строит школу, построит садик. Но он не винуватый, что такая склала ситуация, что когда уезжала молодежь, не родят детей, столько, сколько родителей. Не боялись родителей, потому что тогда была бесплатная медицина, бесплатная медицина. Эту дитину мог послать, куда хоть учиться, и полечить в любые больницы, в любые лекарства. Сейчас, что кругом требуется, решили шоссе. А наши дети лучше сами по себе. Сами по себе не, потому что у них было 52 миллиона. Мы будем жить хорошо, когда у нас будет 25 миллионов. Вот они до этого нас и подводят. Вы помните правильно. Они не будут жить хорошо, чтобы они будут жить. А чтобы они жить хорошо, надо, чтобы у нас осталось молодежь и родилось поколение, которое обеспечивало нашу старость. Потому что я ходил на работу, приходят молодые, я не знаю, сколько я их обучал уже. Это не то, что на ногах, на руках пальчик не хватает. Это уже двумя-тремя десятками исчисляются. Они поработали, увидели, что папа платят на работу, как бы заставляют работать, кто не устраивает зарплата, где-то поезжают, где-то переводятся, или вкладывают, или вкладывают. Ну, есть свои слова, кто за мной работает, они знают. Они важны, я ничего не буду. Привлекательное молодежь, создавать какие-то рабочие места. Какие рабочие места? У нас есть старая школа. Мы когда-то с ним ходили, смотрели, в каком у нас стране. Это его позиция, я хочу его поддерживать. Он говорит, что тут не открыть швейница. И я так. Хай бы демонтировали школу, поставили, купили оборудование, и девчата лишались тут, и хлопцы их без. Спиральными двоих детей, и школа сбила, как и одна из них. Спасибо.